Вышло новое обновление. А что это означает? Правильно, это означает то, что я буду запускать клановых игроков в космос прямиком на торпедах. Есть пробитие! Ну а как вы поняли по названию, это будет путешествие Аквамена. Присаживайтесь поудобнее, в этом ролике вас ждет мощнейший контент. А если вы наберете 35 тысяч лайков, я покажу секретную тактику, как налутывать огромное количество скрапа в лаборатории. Глобал вайп, где добавили подводные лаборатории, встретил меня сразу очередью. Ура! Я на сервер захожу! Ура! Я заспавнился и я точно хочу увидеть, где лаборатории. Офигеть, их много! Их просто миллион! Раз, два, три, четыре, пять, шесть лабораторий на карте. Но мне кажется, самая идеальная, это та лаборатория, возле которой... Это правая лаборатория. Я буду возле аутпоста жить. Тут бомжара бежит. Уходи, пожалуйста. Шиш! Тут нет топлива. Ну есть подводная лодка, я сюда вернусь сейчас. Ха-ха. Я сейчас точно сюда вернусь. Увидев подводную лодку, я решил отправиться на поиски топлива, так как я хотел уплыть подальше отсюда. А-а-а, тут четыре яруса. Вау. Правда, сколько топлива на неё нужно? Неизвестно. Надо было фонарики выключить. Сейчас её кто-нибудь ионикнет по-любому. Я пофармил немного дерева, ведь хотел скрабтить себе лук. И увидел это. У меня личинки какие-то. Я собрал личинки с дерева. Я буду собирать рыбу, продавать её. И стану миллионером на этом сервере. И назову видос 100 миллионов скраба с моей рыбной фермы. Ха-ха-ха. Классно придумал. Мне уже самому нравится. Ага. Личинки лучше не есть, я понял. Э-э-э, блядь, ты ебой. Там под на лодку, всё, пойдём вместе поплавим. Слышишь, что? Там под на лодку, я тебя вместе поплавим. Если топляк есть. Я тебе не верю. Там на берегу стоит, пойдём? Я поднимаю тебя. Ты есть топляк? Нету. Ты есть топляк? Меня убили, и заспаунившись снова рядышком, я увидел то, что эту лодку кто-то пытается угнать. И это были калашествия. В этот момент я понял, что ловить на этой территории мне было больше нечего. И поэтому я отправился ближе к аутпосту. И, естественно, я фармил всё на своём пути. У меня тут есть где-то переработчик? Нет. Да, я бы вот здесь где-то на воде отстроился, возле аутпоста. Мне кажется, это самое идеальное место. Сервер вайпнулся недавно, поэтому опасность была на каждом шагу. Двое антирадчиков. И тут кабан мёртвый, да? Да, кабанчик мёртвый. Ресурсов здесь просто огромное количество. Аэропорт недалеко, гастейшн. Мне кажется, тут будет весело. Фух, ну я добрался до аутпоста, это уже победа. Я купил немного камушка, обменял его на дерево. И, в принципе, на кибитку для старта лут у меня уже был готов. Так, что я могу сделать? Я могу себе вот так сделать. Сразу стрел. И я, по идее, могу удочку себе скрафтить. А ещё мне нужен шкаф, замок. Сейчас я пойду построить возле фишинг-виланжа. А там посмотрим, что я могу ещё сделать. Блин, тут возле меня, получается, будут соседи сразу. Я думаю, вначале построю домик. Капец, он меня испугал. И, наконец, как только я добежал до того самого заветного места возле фишинг-виланжа, я отстроил свою первую кибитку. А если ты хочешь быть в тренде, как мой деревянный домик, то поставь свой лайкосик прямо сейчас. Так, первоначальные мои хоромы готовы. Это хорошо. Кидаем спальник и идём рыбачить. Интересно, одного червя что-то вообще возможно поймать? Потом я увидел чью-то лодку и решил ею воспользоваться. Там лодка плавает. Ну что, запускаем нашу удочку? Давай, Димасик. Рыбку на 50 скрапа. Фига, тут здоровая рыба какая-то. Что? Да. Первое время рыбак из меня был никудышный. Короче, мне нужны червячки. Я немного расстроившись, решил полутать дальше немного водичку. Ведь я должен был хоть что-нибудь принести домой. Мне бы хотя бы какой-то топорик сейчас найти. Булава тоже неплохо. Пойдёт. А вот там я вижу ящик. Лук и стрелы. Неплохо. Пойду рубить дерево и возможно там я смогу червячков себе накопать, чтобы половить рыбку. И возможно я ещё смогу каких-то червячков поймать, которые фармят ресурсы сейчас. Но к сожалению, мне попались какие-то агрессивные червячки, которые меня убили. Я снова решил попробовать порыбачить. И опять не получилось. Как ловить рыбу? Почему у меня всегда срывается приманка, я не понимаю. Спустя примерно минут 10 я понял, как всё-таки вылавливать эту рыбу. Так я мастер рыболов просто. Дело пошло. Я научился рыбку ловить. Ловил я значит рыбку, никого не трогал и увидел, как какой-то тип пугает мою добычу. Я решил с ним расправиться. Нормально, у меня есть 7 червей. Я сейчас тут просто выловлю пол моря. Надо подальше уплыть, чтобы меня никто не убил. И всю ночь я прорыбачил в открытом море. Я ласты нашёл. Вот это топчик, вот это подгон, я понимаю. А некоторое время спустя я купил себе баллон, чтобы нырять и попробовать полутать лабораторию. Офигеть, это очень круто. Вау! Нифига себе, что тут выпадает. Так тут нифига себе, сколько лута. Тут радиация сильная. Тут лучше, я понял. В этот момент я думал, что я здесь умру. И мне пришлось разделывать ботов, чтобы получить с них ткань. Куда собрался? Шприц! Тут зелёная карта должна быть. Короче, мне сюда карточки нужны. Фьюз есть, но зелёной карты у меня нет. Возможно, мне этот Фьюз ещё понадобится. Хорошо. Тут элитные ящики есть. Офигеть! Отсюда я, наверное, пришёл. Сюда я побежал. Тут везде нужны зелёные карты. Десять труп просто выпадает с одного ящика. Десять труп. Я заблудился, очевидно. Пока побегал, ещё ящик заспаунился. Неплохо. Бинтик. Неплохо устроились. Тут радио есть. Я понял, что я хочу сделать. Я хочу сгонять и найти где-то зелёные карты. Зелёную карту, синюю карту. Собрать комплект и вернуться сюда снова уж с оружием. И с этого момента у меня появилась цель. Найти зелёную карту. А также мне нужно было изучить хотя бы револьвер. Поэтому я отправился на аутпост. Я поехал на аутпост. Это просто импа. Я сейчас столько скрапа отсюда вытащу. Я сейчас пойду всё переработаю. И у меня будет просто столько лута. А когда я уже подплывал, я увидел двух бомжей. Которые бежали с арбалетами в руках. И я понимал, что скорее всего эту лодку они угонят. Ой, они на перерез идут. Это плохо. Я добежал сюда. Ха-ха! Я добежал со всеми компонентами. Осталось всё переработать. И я просто могу сейчас по КД налутывать эту лабораторию. Плюс мне ещё нужно найти зелёную и синюю карту. Синюю карту я могу купить. Я сейчас буду миллионером, чисто магнатом скрапнул. Ха-ха! Я перерабатывал абсолютно все компоненты. Ведь на этом сервере я не умел крафтить абсолютно ничего. И, конечно же, я решил купить револьвер. Да. Ребик мне надо изучать в любом случае. С ним будет гораздо проще всё это сделать. В принципе, я в шоколаде. Может быть, кто-то карточки продаёт? Никто не продаёт. Окей. Пойду куплю бур. Это будет самое идеальное вложение сейчас. И пока буду бежать до дома, в принципе, пооформлю немного камня. И укреплю защиту. Иначе, пока я буду зачищать, меня могут зарейдить. Сколько стоит? 100 скрапов всего синяя карта. Короче. Так, мой домик никто не зарейдил, но это пока что. Поэтому мне нужно очень быстро фармить камушек сейчас. Ну, я основу донёс домой. У меня есть МВК. Ласты. Это всё скину. Пойду немного поформлю. Первая задача. Укрепляю дом. Вторая. Найти карточки зелёные и синие. Третья. Вернуться сюда. Кто-то возле меня фармит. Ха. Кто разрешал возле меня фармить? А после я побежал фармить камушек, ведь понимал, что меня могут зарейдить. Ого! Кажется, кто-то тут что-то сейвил. А по приезду домой я, естественно, загрейдил свой домик. И спланировал, как я буду расширять этот домик. Но, естественно, на этот момент камня у меня не было. Так, вот мне просто найти типа, который будет с зелёной карточкой. Это всё, что мне нужно. Что у тебя было? Берданка. У нас ещё один. Мне немного не повезло. Их оказалось слишком много. Но я не терял надежды. Взял револьвер, пайп и отправился туда снова. Меня начали преследовать два типа. А у меня было всего 4 патрона в ревике. И я понимал, что шансы у меня невелики. ШИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Я реально сорвал куш, ведь я выбил оттуда Томпсон, Берданку и куча ресурсов, которые я все-таки смог донести. Очень долгое время карточки найти я не мог, поэтому у меня появилась идея сплавать на соседний остров, где стоял маяк, где я мог бы залутать зеленую карту. И тут я увидел, что мне не повезло. Возле маяка кто-то подстроился и постоянно его пролутывает. Ой, раз. Два. Блин, а они не дадут мне полутать сейчас маяк. Они собираются застраивать его. Ого! Две лестницы. У меня появились лесенки и, естественно, я решил подбайтить этих ребят и попробовать у них что-нибудь отжать. Да хуя ты лутаешь? Не нахуй отсюда, эй! Все шлифт, блядь! Мам, мою в канал кидал, долбает ты, обошлый, ебать. Мам, вашу дохло у тебя, долбает ты, обошлый, блядь, долбает. Увидев, как возле меня заспавнился бомжик, я решил не полиции и попробовать убить того, кто стреляет с крыши. Иди сюда быстрее. Поднимись, 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 поднимись. Я бегу, я бегу. Давай посмотрим, может быть, у них там что-то можно, запрыгни туда, я просто не хочу им отдать лук. Вау! Друг, смотри. Есть что-то? Зеленые карточки, чувак! Серьезно? А ты их задипал? Чувак, я их задипал. Ты задипал? Да. Они у нас под хатой по кд сидят с этими подхами. Хули вы делаете, ребят? Ты что, думаешь, я не забрал оттуда все уже? Черт, блядь, ты отсюда не выйдешь, ты понимаешь? Ты так думаешь? И вот не понимаю, почему третий раз подряд мне уже говорят одно и то же. Ты отсюда не выберешься. Но у них всегда есть то, чем я могу выдолбиться. Чувак, такой, конечно, смешной. Шкаф, я могу шкаф влепить, отлично. Отлично. И сюда могу, наверное, дверь влепить, но... У меня нет дерева. Ты жив еще, друг? И, к сожалению, этот школьник умер от голода. И только потом я увидел, что у меня была кукуруза. Блин, он сверху меня тоже закрыл. Я немного сблифовал. Ресурсы со шкафа на тот момент я не забрал. И поэтому я разбил спальники и оставил там немножечко хп, чтобы кто-то случайно смог открыть мне дверь. И вы не поверите, это сработало. Он открыл мне дверь еще раз, чувак. Что? Я только выдолбливаться хотел. Зачем ты дверь открыл? Спасибо. Я по факту могу изучить, наверное, кирки. И я могу потом пробахать этот дом и забрать этот остров себе возле маяка. Мне кажется, это было бы неплохо тут отстроиться. Ты тувер нахуй или кто? Ты долбоеб. Нет, вот у меня вопрос один. Как ты оттуда будешь влазить? Да, ты за меня не переживай, друг. Я как-нибудь выберусь отсюда. О, слушай. Нет, ты нихуя... Ты нихуя оттуда не... Смотри, у тебя тут была кирка, да? Слушаешь меня? Че, че, че? У тебя здесь была кирка, слушаешь, да, меня? Ну и че? И 77 скрапа. Понимаешь, к чему я веду? Ага, блядь, и че ты сейчас выдолбишь стены, я тебя, блядь, с дужки уебу, долбоеб ты, ебаный. Не знаю почему, но мне кажется, у него немножечко сгорело. И на протяжении 15 минут меня ждал увлекательный контент. Долбёжка. Эти школьники попросили у меня пару шестеренок, и я решил это выделить из своего нового собственного домика. Держи. Слушайте, а на человечину рыба клюет? Естественно, как только у меня появился Томпсон, я решил почистить лабораторию, ведь понимал, что там находится очень много скрапа. Но я был таким не один. Там уже были люди. Ого, у вас! Когда я подбежал ко второму выходу, я заметил, что там стоит подводная лодка. И внутри сидел какой-то челик. Почему я не могу повернуться и убить его? Есть. Есть. Можно убивать типов, которые тут. Пролутав эту РТ-шку полностью, я понял, что мне нужны синие карты. В зелёных ящиках я так... Ой, так подожди, тут везде, наверное, такое есть. Я не заметил, может быть. А потом ко мне снова приплыли гости. И почему-то я не мог сесть в эту подводную лодку. Хотя внутри никого не было. Поплавался. Всё, я поплыл домой. Ой, хорош. Высадился я прямиком возле аутпоста, ведь мне нужно было переработать очень много компонентов. Я думаю, Берду я изучать не буду. А вот Томпсон я бы изучил. Попутно я решил закупить синие карты. И изучить Томпсон. Оп. Ушёл. Так, подводную лодку я лучше буду сейвить на глубине где-то. И когда я лутал в лабораторию очередной раз, я услышал, что здесь находятся два типа. Это Дон Корлеон. Понял. Я знал, где они живут, и понимал то, что у них много лута, и в скором времени они отправятся домой. Поэтому я решил их перехватить. Они плывут к дому. Смысленный эффект. Я Гарпун оттуда забрал. Ха! Гарпун! Мне он сейчас очень сильно пригодится. Я пойду сейчас гаситься. Пойду драться с акулами. Это топчик. Заодно, возможно, забаю ещё на этот дом челиков. Так, мне срочно нужно тут записку оставить. В этом домике я оставил записку и решил перенести весь основной лут в свой новый домик. По идее, дома никого нет. Это отлично. Я побежал покупать ласты и поплыву на свой остров. Но зачем покупать ласты, когда можно угнать чужую лодку? Я, наверное, сейчас устрою охоту за акулами. И только я собирался пофармить немного дерева, как встретил его. Того самого типа, у которого я отжал домик. Тут кто-то нагло рубит мои деревья. Это мой остров. Кто тебе разрешал рубить здесь деревья? Вот ты опять здесь строишься? Ну ладно, я не буду убивать. Вот, забери вот лук твой. Это твой дом снизу, что ли? Ну, хоть я первый дом и забрал, но второй я не буду трогать. Может тут жить спокойно. Ну, если ты не будешь вредителем, не будешь на этом острове, то мы можем даже объединяться. А ты один сейчас? Окей, окей. Пока, да. Ладно, сделаем такой небольшой островок, в котором никто не будет друг друга убивать. Мне кажется, это хорошая идея. У нас всегда будет какая-то защита. Ну и подфермив немножечко ресурсов, я решил отстроить гараж для моей подводной лодки. Офигеть, я что придумал. Мне уже нравится. Так, буду пытаться загонять. Я не знаю, как это получится, но я надеюсь, все будет четко. Она влезла! Она влезла! Ха-ха! Ха-ха! Она влезла! Потом я начал замечать, что на острове становится все больше домиков, и начал знакомиться с этими ребятами. Так, ты живешь на этом острове, я правильно понял? Пойдем, ты крашен. Да, ты говоришь на русском. Ты живешь на этом острове. Нахуй, ты меня поднял. Ты на этом острове? Ты на этом острове? Ты на этом острове, да? Че ты хотел? А, смотри. Я глава этого острова, и все, кто тут живут, должны платить дань. Да иди нахуй, короче. Я не буду тебя слушать, долбоёк, блядь. Нахуй, пошёл. Ха-ха-ха! Ха-ха! Ха-ха! Ушёл. Не знаю почему, но меня некоторые не любили. И потом я, наконец, отправился на охоту за акулами. Тут ещё акула, смотри. Ещё одна. Друг. Не вижу, я без маски ничего не вижу. Вот, смотри, она впереди. Где? А, вижу! О, меня убило! Отлично, минус ещё одна. Мы потеряли одного бойца. Я гарпун не смог найти, к сожалению. Я анчоуса 10 минут вытаскивал. Пока я стоял рыбачил, кто-то вызвал дроп. И, естественно, я решил туда сходить. Нифига себе тут война началась жёсткая. Рыбак Дмитрий идёт. Рыбак Дмитрий идёт. ЧИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ И пойти, короче, выжидать, ну, крысить на нефтянке, типа, ждать, когда-нибудь, типа, вот. Как дела? Как дела? Нормально. Нормально. А всякие плохие люди убивают. Не будет? Что, буду пытаться другую лутать, я не знаю, что получится из этого. Надеюсь, там нет никаких мышей. Хотя, мыши могут быть. Фу, бот, ты меня напугал, я думал, это челик. Но они все выглядят по-разному, это круто. Сейчас вас может оружие выпасть, мне интересно. Я надеюсь, тут что-то будет. Серьезно? А ты офигел так быстро закрываться? Что? Просто на, поешь, сопля тебе. Возвращаясь домой после лаборатории, я услышал, как рейдят неподалеку от меня. На моем острове, конечно же, я решил отбить этот рейд. Возвращаясь домой, я решил отбить этот рейд. Хорош. Оказалось, что на другой части острова тоже кто-то обитал. И они пытались зарейдить тех, кто живет на моей части острова. Они не дорейдили, окей. Чувак, я убил охал. Слышишь, нет? Я рейдеров убил. Я тебе говорю, надо дань платить, чтобы я защищал. Вот, если бы я тебя не защитил, тебя дорейдили. Здорово, поднимаю, здорово. Здорово. А что у тебя с глазами? Ну, у тебя что с глазами, конечно, странно очень. Не знаю, такой отспамился, так и живу. Потом мы с ним поговорили по душам, и мы поняли то, что мы будем жить в союзе, и никто друг друга убивать не будет. Так, мне почему-то кажется, что пора бы немного домик обустроить, потому что меня могут забахать. Но у меня тут ресов просто тьма. Двери не мои, потолок тоже. Дырочка в потолке небольшая. А этот выход я вообще смогу застроить, мне интересно. Получается, я в говне, его надо бурить. А пробегающим мимо бомжикам я предлагал работу за хорошее вознаграждение. Им стоило всего лишь поработать бензопилой. Здравствуйте. Вы русский, да? Кивни, если нет. Короче, пойдем за мной. Пойдем. Это остров, как бы мирный остров. Тут население вполне адекватное пока что. Короче, у меня есть для вас работа. Я смотрю, вы серьезный малый, у вас есть панамка. Высокооплачиваемая. Я могу подогнать оружие взамен на то, что вы поможете мне сделать. Поддержите, это вам и это вам. Пойдемте за мной, я вас прикрою. Пойдем за мной, я скину что-нибудь оружие. Пока. Пока. Потом я занялся самым интересным. Долбежкой стен. Ведь мне нужно было застроить этот домик. Да очень крепко. Оп. Так. Пока у меня пускай все будет тут. Соплю кинул. Пойду переработаю все это. Посмотрим, сколько у меня скраба получается. И наконец, спустя огромное количество времени, я купил себе торпеды и решил выгулять мою малышку. И оказывается, что в этот момент кто-то уже зачищал лабораторию. И у меня был шанс их поймать. Я подплыл к одному из выходов, выключил двигатель и поджидал подходящего момента. Я вижу фонарики. Я вижу фонарики. Они плывут наверх. О! Ха! Вижу цель! Че, пацаны, поиграем? Ха-ха-ха! Что? Где они? Они откисли! Ха-ха! Вдвоем! Вот первый. Ого! Я домой погнал. Одну ракету и просто две. Две лодки уничтожил. Я думаю, я эту тоже вынесу сейчас, чтобы они никуда не уплыли. Вау! Ха-ха-ха! Зайдя на следующий день, мне поведали интересную историю. Сейчас зайдут люди, он сказал, четыре человека. И, ну да, нам п***ят, реально. Здравствуйте. Что случилось? Рассказывай. Короче, там появился дом. Там живут три примерно чела. И один с них, короче, убил дотера. Набирая работники. Сверху, 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 блядь, сверху, трое сверху уже. Короче говоря, если вы не поняли, на нашем острове поселился клан, который убивал жителей острова. И мне стало интересно, что это за люди. И я решил туда сбегать и посмотреть. Минус один. Я понял. Быстренько схватив Томпсон, я решил вернуться обратно. У меня появились отличные соседи, которых очень много. И я знаю, кто это. Это те ребята, которые меня рейдили, когда я играл с Андрюшей и выживал. Это круто. Еще один лежать. Так как этот клан был нашим общим врагом, мы решили скинуться и поставить третий верстак. Здравствуйте, уважаемый дотер. Скажите, пожалуйста, у вас есть лишние компоненты? Нам нужно скинуться на одного противника. То есть все должны вложить, чтобы мы избавились от одного противника. Уважаемый дотер, ну хорошо. Компоненты какие тебе нужны? Нам нужно просто на третий верстак скинуться. Просто всем вместе. Хорошо. Все, что есть. Потом я решил самую малость укрепить свою защиту и провел электричество. И поставил турельки. А также я огородил свою территорию забором. Так, мне нужно с них как можно больше пушек вытащить. Чтобы им было намного тяжелее отбиваться. А они тут фармят, походу, бегают. Они фармят, бегают. Лежать. Я понял, кто рейдил вчера того типа. Я понимал, что их нужно рейдить как можно скорее. Иначе они отбабахают огромную территорию. Поэтому медлить было уже нельзя. Я схватил всю серу, которая у меня была. И начал ее перерабатывать в порох. Плюс у нас появился третий верстак. И некоторые из жителей этого острова умели крафтить ракеты. И перед тем, как начинать рейдить, мы должны были проработать план. И я решил объяснить им все на табличке. План такой, смотри. Объяснишь там дотер свой ультимейт. Смотри, вот видишь, картинка. Табличка. Синяя, это у них дом, который стоит на речке. Который надо сразу рейдить. Красный, это домик, который стоит справа от речки. Два на два, тоже металлический. Его мы зарейдим после. Но, короче, нам нужно... И вот оранжевый, это соло дом. И желтый, это тоже соло дом. У них четыре дома. Нам нужно распределиться сразу. То есть, три человека у нас встанут и будут рейдить. Синий дом. Все остальные должны распределиться и забрать себе каждый дом и не давать выходить из дома. Потому что, если они будут выходить, то есть, они будут убивать нас, допустим, в спину. Мы должны быть к этому готовы. И как только мы докрафтили ракеты, мы выдвинулись на рейд. Лучше ваших, брат. Лутайте компоненты. Мы сейчас вас застроим внутри, не переживай, друг. Лутай, таскай резы. Скинь антирад-калаш. Антирад-калаш. Шкаф есть. У тряса. С первым домиком мы закончили. И у них оставалось еще три базы. Но у нас не было серы. И нужно было плавить. И я понимал, что в скором времени их домики расширятся. И, наконец, где-то спустя 40 минут крафта, мы были готовы выносить у них второй домик. Так, пять ракет, да, вышло уже? Сейчас еще, смотри, экспу крафтишь здесь. Металл есть у тебя, да? Скидывай ракеты, которые я скрафтил. Надо тебе оружие какое-то, наверное, вынести, да? Этот тип был из той деревни, которую мы рейдили. И он услышал все наши планы. И в этот момент медлить уже было нельзя. Быстрее, все, идем, идем, идем. Без остановки, просто идем туда. Идем, они сейчас переносить лут будут, ребят. Вот эту дверь, Кантри Экстаз, справа. Ого! Тут куча лута. Чекайте, чекайте. Тут миллион лута. Тут серая есть? Да, две строки, дядь. Забирай. Кого уверен? Нашего положили. Начинается пипец. А, нет. Типы сзади. Ты жив? Да, пока да. Давай уйдем. Убил одного. Убегаем. Уходим. Две строки серы. У меня компонентов много. Очень. У тебя дом недалеко вроде бы. Как и ожидалось, мы попали в засаду. И поэтому мы забрали все самое ценное и попытались оттуда свалить. Тут пулемет? Я решил спрятать компоненты в ящик и побежал на этот замес снова. У меня пушит. Тут пять типов. Шесть типов. У них пулемет есть. Чувак, у меня куча лесов. И все эти ребята оказались хозяевами этого домика, который мы рейдили. И вот вы думаете, мы проиграли рейд? Нет, я быстренько вернулся туда. Нафармил немного дерева, чтобы застроить шкафчик и застроить им выходы. И дальше началось самое интересное. Тут оружие. У них был пулемет, а спрятать он его мог только на выходе. Поэтому мы решили немножечко пробурить стенку. Может вам что-то открыть, чизли? Все равно мы уже тут пушить не будем. Слышишь, можешь меня хрустить, я вам открою. Пахнет обманом. Ну, заходи. Дверь другая, вот через другую дверь заходи. Это нет. Вот, смотри. А, я понял. Нет, нет, нет. А что ты хотел открыть тогда? У меня там была вот та гаражка, смотри. Дверь вот эта, которая здесь. Вот эта у меня есть. Давай. А, тут все открыто неплохо. Все. Вот под железом. А, нифига, чувак. Они все задеспавнили, слышишь? Чувак, тут серый просто миллион. Они все задеспавнили, тут миллион серый лежит. Чувак, тут окуп. Я ищу, куда он пулек выкинул. Пулек нашел. Хорош. 8х нашел. Чувак, мне кажется, это годный контент. Не, ну, тут я вас поздравляю. Ну, как бы, мы с вами выселили самых главных противников этого острова на данный момент. И у нас очень много серы появилось. Прям очень много. А все, а ты говорил, они нам играть не дадут, слышишь? Естественно, все жители этого острова были довольны общей победе. Так. Здесь будет секретное слово. И его я, пожалуй, оставлю в самом таком непримечательном месте. Смотрите. Здесь мой дом. Здесь маяк. Вышка. Куст. В этом кусту будет зарыт смолстэш. Запиской. В которой будет написано секретное слово. И если вы его найдете, вы получите приз. Мышь Logitech G102. А я пошел дальше монтировать ролик. Одного из жителей острова заперли на подводной лаборатории. И мне нужно было его спасти. Для этого я решил выгулять мою малышку. И устроить, как сказал бы держи дверь, торпеда тайм. Ну смотри аккуратно. Ой, я тебя вижу, чел. Посмотри в окно. Это страшно. Еще ближе он подплыл. Это киа. Капец, ты напугал. Я думал, что щелик заорал, который рядом сел. Я не знаю, попаду я или нет. Ну давай попробуем. Пожалуйста. Уходим, чувак. Подлодка, подлодка, чел. Почти. На. Чувак, это было очень близко. Они уплывают, походу. Они уплывают, слышишь, я в погоню пошел. Я прям за ними плыву, слышишь? Они поворачиваются на меня. Убил. Чувак, я убил двоих. Чувак, я их убил. Ну, здорово, пацаны. А что полута у вас? Они фул забиты. Так, один есть. А где второй? 140 топки. Нефти, точнее. Потом снова кто-то начал чистить нашу лабораторию. И я решил дождаться их на выходе. Хелло, бичи, это я. Хелло, супер-марио. Хелло, мои друзья. Дай мне ваш лут. Выходить они не собирались, поэтому мы решили выключить двигатель и притаиться. И один из них стабильно светил в нашу сторону фонариком. Он на меня фонариком светит, чел. Ну, я думаю, это знак. Слушай, шеш ты, блять. Так, мимо. Я там кого-то бахнул. Хорош! Пока Илюха их байтил на подлодку, я решил зайти с заднего входа. И зайти им в спину. Но, они, оказывается, умерли. От одной ракетки. Я двоих убил! Чувак, смотри! Чувак, я двоих убил! А напоследок я отправил одного бедного растера в космос. С помощью одной торпеды. Есть пробитие! Лови еще! Ну и примерно так это выглядело в замедленном действии. А еще, когда я монтировал, я познал искусство бесконтактного боя. Чувак! У них кто-то сдох. Еще кто-то сдох. Тут три челика сдохла, чел! С разрывными! У них сочели и разрывные, они сдохли. Все! Они все сдохли от забора. И на таком моменте закончилось мое выживание на этом сервере. И надеюсь, оно вам понравилось. И не забывайте поставить лайк, написать комментарий и подписаться. Это очень важно, поверьте мне. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok